Гомельская пограничная группа рыхтуется отзначит свой юбилей. У якости пограничного отрада она была створена 20 лет тому. На первые дни святошной даты Олег Сенсеров наведал неколькие подразделения, которые можно назвать незвычайными. Часовый пограничный пост. В складе Гомельской пограничной группы таких подразделений больше нема. Круглый год в лесе, когда не служба, житье тут можно было бы приравнять до курортного. Трапить сюда гражданской особи без дозвола и узгоднения немогчима. Для этого необходимо передолить специальный сигнализационный комплекс. До белорусско-украинской межи отсюда около 700 метров. По судности, журналисты телерадио компании Гомель первые, кто знакомится с этим подразделением. У свой час пост починался из трех палаток. Сегодня все военнослужащие живут в домах-вагонах. Вядомым вырос советских часов об необходимости передоливания тяжеров и негодов военной службы зараз уже не вельми актуальны. Служба заразумела о мае своей складанности, але здоровье и житие солдата на первом месте. Гэта ж до речи относится и до еще одного незвычайного пограничного подразделения заставы Асаревича. У адрознении от усих иншых застав Беларуси, ее особовый состав базируется на перерубленной под потребы пограничников брандвахте. Тут и спальная помешканья, и кухня, и помешканья для заховывания сброи. На берзе только гараж и господаршие побудовы. При необходности такое судно можно переместить у любое место. Правда, ручными пограничниками военнослужащих этой заставы пока никто не называет. У речи и не рассеяны у сего некакие тыдни. На данный момент ведется благоустройство территории военного городка, обустройство объектов и инфраструктуры пограничной заставы. Но, тем не менее, пограничная застава, личный состав пограничной заставы обеспечен всеми видами довольствия, которые необходимы для эффективной охраны государственной границы. Аутажир Википедия вызначает, как винтокрылый летальный аппарат. На узброение гуманской пограничной группы таких некакий одинок. Экипаж машины – два человеки. Отлеглась перолёту без дозаправки до 500 километров. При тем, что взлетать автажир может практически с любой твёрдой поверхности. По маневренности он хоть крыху и соступая вертолёту, зато изначно перезуходить самолёт. Пограничники выкористовывают гэтую технику як для патрулевания территории, так и затримания порушальников. Усполучение с наземными силами эффект отрывается максимальный. По оселяким выпадку ни на учебных, ни на сопроводных затриманиях. Подбегнуть пока ранее не отрывался ни у кого. Уникальное подразделение – это мобильная группа автожиров. Сейчас мы применяем автожиры непосредственно в охране государственной границы. Это очень удобный летательный аппарат. Да, он небольшой по размеру, но он очень маневренно, очень мобилен. Олег Сентеров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомик».